всем доброго раннего субботнего утра перед тем как двинуться в сторону дел хотел бы сделать этот ролик думаю сделаю это уже накопилось вот поэтому именно на эту тему вопросов со стороны моих подписчиков а я без ответа люблю оставлять любой вопрос это прожиточный минимум в анкаре отличается ли она от анталии и насколько на какую сумму можно здесь жить одному человеку или одному или семье из двумя детьми но я сразу хочу сказать что вот средняя сам зарплата вообще в турции установлена государством пять с половиной тысяч лир это почти получается около 20 тысяч по курсу рублей можно лежит на эти деньги в анталии анталии вообще давайте возьмем с того что у каждого человека прожиточный минимум по-своему но основная сумма расходов у всех одинаковая это коммунальный расходы здесь в анкаре за отопление люди платят основном за отопление это зимой течение шести месяцев среднем уходит месяц 1000 лир ну и на все до остальные мелкий расход там будем говорить там 1200 1300 получается зимнее время электричеством с водой со всеми делами но и основной остается на питание например из 5000 средний вот и зарплаты у меня вот сосед по площадке дед у них на той стороне квартира живут бабкой вдвоем они на пенсию него пенсия 4200 ли бабка конечно не получает пенсия 5500 получают день но я так то не буду спрашивать зачем чужим людям карман ли просто сказал что пенсии хватает мне и нормально живут но у них нет ни машины ничего нет о это смотря я же еще раз говорю, опять же, все зависит от того, как вы собираетесь жить. Пять тысяч, пять с половиной, ну, возьмем, усредним это пять тысяч, да, возьмем, да. Это на наши деньги, где-то шестнадцать, семнадцать тысяч, да, вот так вот. На семью с двумя детьми в Анкаре может не хватать. Если для одного человека запросто хватит. Но опять же, я же говорю, убирайте отсюда. Если вы, конечно, будете питаться дома, вот. И автомобиль, если у вас экономичный, а лучше его вообще нету, вот. Как говорится, не щековать слишком, жить можно. до пять тысяч. Это на вашу пенсию, как вы спросили, дорогой подписчик, на пенсию жить здесь в Анкаре можно спокойно. Одному человеку на пенсию. В Анталии я еще раз хочу сказать, что тоже можно жить. но опять же, я же говорю, львиную долю вашего бюджета, денег, да, заберет и отопление, и охлаждение вашей квартиры, и, как говорится, продукты питания. Там жизнь совсем по-другому, там все-таки туристический город. Здесь я бы назвал Банкару, вот и столица, спальным городом. Здесь нету таких туристических страстей, вот, синдром вечного отдыха, вечного кайфа здесь нету. Недавно я прочитал в инстаграме, одна наша соотечественница написала, ей тоже вопрос задали, она в Стамбуле живет, вот, можно ли прожить, на какую сумму с двумя детьми можно прожить в Стамбуле? Вот. Она написала, что в среднем, чтобы нормально жить в Стамбуле, с двумя детьми, нужно 22 тысячи лир. Но она тут же описала, что там и завтраки в кафешках, обеды в кафешках, вот это все, вот это все. Если, конечно, в кафешках все, и обедать, и завтракать, и ужинать, вот, тогда, конечно, и здесь такая же сумма уйдет. неважно. Вот. Если, конечно, дома питаться, вот, даже меньше у вас идет, чем 5000. Меньше. Вот, вчера мне, моя соотечественница, в Трукмении, она в Казахстане живет, она гражданка Казахстана, в Актау же, вот она отправила мне видео, вот я вам выставлял, вот, и она мне говорит, это Ахмет, сколько уходит эта самая, коммуналками совсем, я ей описал, сколько уходит за телефон, за интернет, да, за все. у них 5-6 раз дешевле, в Казахстане. Вот, но здесь, естественно, здесь и заработки большие, да, здесь так взят, по сравнению с такими, с советскими, но, с Россией, вот, Российской Федерации, да, где люди, самые, зарабатывали не меньше, короче, 30-40 тысяч рублей, а это почти 10 тысяч лет, вот, и тратили, естественно, столько же, здесь, конечно, жизнь намного дешевле, намного дешевле, поэтому россияне, одной из своих стран, для эмиграции выбирает интуицию, но я еще раз хочу сказать, что у каждого человека разные потребности, разные желания, вот, я, допустим, могу себе даже позволить прожить и на 20 тысяч в месяц, допустим, могу, но мне достаточно и 5 тысяч, я также могу жить в таком же уровне, как и за 20 тысяч, зачем мне по кафешкам ходить, платить огромные деньги, когда я могу те же самые продукты купить и дома приготовить все, это самое, вот, я же говорю, люди моего поколения, они не будут шастать по копеечкам, по всяким этим, там, фестивали, им и 4-5 тысяч хватит, но естественно, если квартира ваша своя, аренда квартир здесь сейчас тоже уже те времена прошли, когда можно было за тысячи, за 2000 лир арендовать, сейчас тоже нормально, более-менее районов от 4-5 тысяч лир в месяц стартует, за эту сумму можно и мебелью снять, и без мебели тоже самое, смотря какой район, какая площадь, квартира, какая, все-все, вот, дешевого сейчас ничего нет, но я хочу еще раз сказать, что если у вас своя квартира, здесь вы можете планировать свой бюджет, по вашему вкусу, но опять же у нас говорят, по длине своего одеяла пусти свои ноги, знаете, имея у вас бюджет всего 5000, вы щековать не сможете на 20 тысяч, но это не значит, что вы будете жить хуже, чем на 20 тысяч, вы можете этими же 5000 устроить себе быт и жизнь не хуже, чем за 20 тысяч, турция здесь, да, вообще каждому человеку дается возможность жить по своему кошельку, по уровню своего кошелька, на рынках то же самое, вечером пойдете, все можно купить, можно сказать, за половину цены, постоянно распродажи в магазинах, сетевых, вот это BIM, SHOCK, 101, вот, спокойно можно жить, конечно, за 5000, это, это ваша пенсия, 15 тысяч, как у меня записали, вот, запросто можно жить, одному человеку, запросто можно жить, спокойно можно жить, и, как говорится, ну и, конечно, если у вас еще и хотите машину купить, машины здесь дорогие, вот, по всей Турции дорогие машины, вот, и бензин дорогой, вот, ну, считайте, что на бензин у вас будут уходить месяц тоже, если по городу будут кататься, порядка, если даже более-менее так будет кататься, 1000 лир возьмите в среднем месяц, а если будет активно кататься, везде, как я, вот, везде, вам 3-4 тысячи в месяц уйдет на бензин, запросто, еще и содержание, обслуживание машины, вот, одежда, одежда, здесь даже дешевле, чем Монталия, продукты питания не дороже, чем Монталии, вот, даже дешевле, вот, и фрукты, и овощи, и продукты питания тоже, кстати, здесь и общепит, очень развитый, здесь очень вкусно готовят, вот, мне больше нравится, здесь, я обычно не любитель общепитов, но я здесь тоже иногда бывает, хожу, вот, мне здесь вообще пит, больше нравится, чем Монтали, допустим, понимаете, больше нравится, вот, такие вот дела, так что, в среднем, в среднем, как вы описали, у вас пенсии 15 тысяч, если у вас своя квартира будет, запросто будете жить нормально, но без машины, да, и, если, конечно, по ресторанам не ходить, там, ну, нашего возраста люди это не любят, и, убирайте оттуда, алкоголь, вот, должно хватить, даже останется, даже останется, даже останется, если у вас своя квартира будет, даже останется, вот, такие вот дела, ну, как говорят же, обычно, бродячая собака тоже говорит, что у него жизнь удалась, потому, что она другой жизни не знает, поэтому, у каждого человека свой образ жизни, кому-то достаточно, и вареной картошки, солью, и кусочком селедки, кому-то, каждый, креветки, омары, тоже, жизнь, вот, у каждого человека свой образ жизни, но, я хочу сказать, что Турции насчет этого, хорошо, потому, что вы даже за меньший расход, можете жить, очень даже хорошо, есть, и правильно, должна быть, финансовая, ваша грамотность, не фестивалит, не разбросает, вот так, здесь можно, очень даже, хорошо жить, здесь экономит, и жить хорошо, ни в чем себе не отказывает, при грамотном распределении бюджета, это зависит, и от вас, и от вашей половинки, это обязательно условие, если вы семейный человек, вот, поэтому, вот, как, моя, например, бывшая жена, которая на моей малой родине, для нее, и сто тысяч, было бы, мало бы, месяц, и сто тысяч, было бы, мало бы, это вот, миллиард, принеси, завтра уже, миллиарда, нету, поэтому, все зависит, тоже, и от вас, и от вашей половинки, тоже, все зависит, вот, я же говорю, это, такое дело, что, деньги, это, как ветер уходит, но, это тоже, это, направление, этого ветра, тоже, можно, урегулировать, грамотно, это и называется, финансовая грамотность, вот, можно жить за пять тысяч, запросто, можно жить, если у вас своя квартира, если у вас своя квартира, на пенсию вашу, спокойно здесь можно жить, даже если экономить можно, без ущерба вашему здоровью, без ущерба вашему столу, вот, вот такие дела, всех вам благ, хорошей субботы, пока, субботы.